Уважаемые отцы, братья и сестры, мы очень рады, что участвуем в этой конференции. И мы хотели бы поговорить о поддержке и псевдоподдержке. Дело в том, что мы с братом преподаем в институте, в том числе и на факультете инвалидов, так называемом ГУИМС. Это особые люди, которым требуется какая-то поддержка, им учиться очень тяжело. Это инвалиды слуха, это инвалиды больные разными онкологическими заболеваниями. Об этом более подробно расскажет Константин. Я начну доклад, он продолжит, если можно. Итак, в принципе, не только в жизни инвалидов, но и в жизни любых людей, неважно от того, насколько они здоровы, какого они возраста, у них возникают различные стрессовые ситуации. Например, у студентов экзамены, у всех людей это болезнь близких или смерть, это какие-то радостные события, свадьбы, дети появляются. И при этом, как в стрессовых ситуациях со знаком плюс, так и со знаком минус, у человека возникают некие эмоциональные перегрузки, с которыми он не всегда может справиться. И вот если человек близкий или просто человек оказывается рядом с ним, очень важно, чтобы они оказывали поддержку грамотную, чтобы действительно помогать, а не вредить. Многие вызывающие стресс-факторы, они не подконтрольны человеку, который их испытывает. То есть, ну, допустим, экзамены, если ты студент, ты все равно их должен сдать. Если ты заболел, тебе предстоит какая-то операция, ты тоже должен это перенести. Там, например, зуб полечить, и то страшно. Вот. Доклады, экзамены сдавать. И спокойное эмоциональное состояние сохранить очень трудно. И надо понять, что людям может помогать. Вот Константин Александрович провел некий эксперимент со студентами, раздал опросник, и там в числе прочих содержались такие вопросы. Первый – это есть ли у вас какие-то традиции, приметы и ритуалы, которые связаны с создачей экзаменов, зачетов контрольных. И второй – обращались ли вы к религии, ходили ли вы в храм, подходили ли к священникам. И анализ ответов показал, что, к сожалению, 40% опрошенных верят приметам, ритуалам. Они ходят, в Бауманском есть такая традиция – тереть собаке нос. Они ходят, ездят на станцию метро, и собаки полируют нос. Подкладывают пятаки, башмак, верят в черных кошек, прочую совершенно непонятную вещь. Слушают гороскопы, если плохой гороскоп, они потеют на экзаменах, халяву призывают. А в храм от силы 14%, которые не то чтобы молятся, они приходят и ставят свечку. К сожалению, я тоже, когда училась, до церковления тоже была таким же подсвечником. Я знала, что перед экзаменом надо пойти в Елоховский собор, подойти к иконе «Нечаянная радость», поставить свечку, поцеловать икону, тогда экзамен будет сдан. То есть вот такая вот подсвечническая вера. Хотя крещена была уже в 15 лет и в относительно сознательном возрасте, но как-то не была воцерковлена, как и многие, к сожалению, крещенные. То есть вот когда крестный отец и мать, они не всегда отвечают за ребенка, и ребенок вырастает иногда, как полевая трава. Вроде цветет, но как-то непонятно. Поэтому на своем опыте я могу сказать, что собаки нос тоже иногда тернут, но реже. То есть вот я знала, что если подойти, все будет хорошо. И самое страшное, что вот когда разбирали опросники, двое при ответе на вопрос о религии, один написал «нет», а второй, по-моему, или вторая, написал «это полный бред». Вот такой неожиданный результат. И получается, что люди скорее доверяют почему-то приметам, а не религии, не обратиться к живому Богу и как-то попытаться успокоиться, довериться. И мы начали размышлять, почему так происходит. Дело в том, что если человек следует примете, он какую-то ответственность перелагает на внешние обстоятельства, например. Вот кошка черная перебежала, все, значит, не сложится экзамен, можно не идти. Или пятак подложил, значит, все. Я совершил некий ритуал, который мне обеспечивает хорошую сдачу экзамена. И вот как они говорят, мы с коллегами обсуждали на моей кафедре, они говорят, ну это же безобидно, это же игра, это же полезно. Вот он держит этот пятак, прижимает его к ботинку, и все хорошо, ведь он себя успокаивает. Но дело в том, что в целом это вредно. То есть вместо встречи с живым Богом человек фактически играет непонятные игрушки, заигрывает с нехорошими силами, которые могут привести к очень плохим последствиям. И вот одна из запрошенных студентов написала, по традиции перед экзаменом ровно в полночь мы прокричали в окно, халява приди, а она не пришла. И все, этим все закончилось. И мы стали думать, почему люди все-таки в храм не идут. Дело в том, что у нас в институте действует православная община в Баумовском университете, которая пытается восстановить храм Марии Магдалины, который, к сожалению, сейчас используется под зал ученого совета. И вот с ретором бороться бесполезно. То есть пытаемся, но пока молимся и пока не помогает. Речь не об этом. Почему люди даже помолиться не этому свечу еще поставят, но к батюшке подойти, или у нас священник приходит, они боятся и шугаются. Может быть потому, что как преподаватель я могу сказать, что проявление равнодушия, к сожалению, захватывает всю нашу жизнь. То есть когда у тебя 154 человека в семестре, и надо им всем, как правильно Андрей Ткачев написал, говорит, мы работаем не с людьми, мы работаем с автоматами, с газировкой. Дали знания, собрали контрольные баллы, проставили и до свидания. И все. Так нельзя с людьми работать, но в условиях большой нагрузки получается, что иной раз к тебе человек подходит, а у тебя либо нет душевных сил, либо ты торопишься. А люди равнодушия не прощают внутренне. То есть он подошел, может быть, со своей бедой, а ты от него отмахнулся. И человек, который мог бы как-то загореться, получает, что он проходит мимо. И дело в том, что именно наша беда православная, мы это вообще не обсуждали, в том, что мы, бывает, проходим мимо тогда, когда надо было бы остановиться и, может быть, посмотреть в глаза, что-то сказать, а мы не делаем этого. Ну, допустим, тоже православный студент, который ходит в нашу общину, вот, допустим, студент заболел, подходит, вот ошибки бывают именно в общине. Заболел, пропустил предметы, боится экзамена, подходит, говорит, я так боюсь экзамена. А ему говорят, ну ты держись, или да бог поможет, ты не волнуйся. То есть, по сути, эта фраза правильная. Действительно, бог поможет, если человек готовится, там просто боится. Но человек, который не воцерковлен, он не понимает, он думает, что от него отмахнулся. Вот, он, когда говорит, что он боится, он просто фактически хочет поговорить о своих страхах, а мы ему вот говорим правильную фразу, но общения нету, вот того самого вот лицом к лицу, вот то, что говорил предыдущий оратор, ну нету этого. И это беда. А самая страшная фраза – это вот «держись или не переживай». То есть, держись – это что? Вот, у человека, допустим, болит зуб, ему надо идти к врачу, у него и так вот все плохо, он весь скукоженный, ему говорят, держись, он должен еще и выражение лица хорошее сохранить. То есть, у него силы, которых и так мало, они уходят на поддержание хорошей мины, в итоге что? Либо нервный срыв, либо он там холодным потом покрывается, ничего не получается. Вот, и вот, поэтому мы, к сожалению, не всегда бываем чуткими, это общая беда вот из-за нашего безумного вот этого быстрого века и скоростей. И человек, который пытается помочь, помимо чуткости, есть еще вот большая ошибка, он ни в коем случае не должен становиться на позицию ментора. Вот, как бывает, вот племянник там ушибет руку, подходит, пальчик болит, ну зачем же ты туда полез? Ну зачем? То есть, ребенок и так понимает, что этого делать не надо было. Он приходит за помощью пообщаться, а мы его отталкиваем. Поэтому вот он на эмоциях, что можно сделать? Самая лучшая поддержка, как говорят, побыть рядом. То есть ему надо дать выплакаться, может быть, выговориться, внутренне за него помолиться, выслушать его. И не давать какого-то готового совета, а как-то вот сделать что-то, что было бы полезно ему. Потому что готовое решение для одного, оно для другого не подходит. Вот теперь я Константину передаю свое слово, точнее слово. На примере дисциплин, который мы ведем, это инженерная графика, начертательная геометрия, основы, основы в техническом вузе. Значит, ну в МГТУ им не Баумана уже в течение 80 лет, даже более, проводится обучение студентов с инвалидностью, преимущественно с ограничением здоровья по слуху. С начала 90-х годов прошлого столетия было уже организовано специальное структурное подразделение, головной учебно-исследовательский методический центр, сокращенно ГУИМС. Данный факультет помогает студентам с ограниченными возможностями по здоровью в вопросах социальной адаптации, адаптации к учебному процессу в естественной контактной среде, с последующей уже их поэтапной интеграцией в группы обычных факультетов. Преимущественно данный контингент состоит из студентов с инвалидностью по слуху. Среди которых встречаются в том числе и тотально неслышащие ребята и практически неговорящие. Ну и также с недавнего времени обучаются студенты с другими заболеваниями, в частности с диабетом, с ДЦП, хроническим ревматизмом, пороком сердца и даже студент с онкологическими заболеваниями. Можно только представить себе, насколько они ранимы, как подвержены стрессам по любому, возможно, даже самому незначительному для обычного человека поводу. Ведь когда фактически человек лишен всего великолепия, многообразия звуков, когда настолько затруднена возможность речевого и слухового контакта, и как следствие имеет место определенная объединенность внутреннего мира, затруднение абстрактного мышления, конечно, душа сама тянется к возможности познать что-то новое, открыть для себя все богатство знаний. Ну и касаемо, конечно, ребят с другими заболеваниями, когда не знаешь, какой будет твой завтрашний день, также, конечно, хочется все это усвоить, дорог каждый конкретный миг, чтобы успеть все это в себя впитать. И каждый стресс, каждое малейшее разочарование, обида, ошибка, что-то, какой-то неправильно сделанный шаг еще больше замыкают ребят на своих переживаниях, дает ощущение какой-то собственной неполноценности, обреченности. Поэтому, конечно, преподаватели, работающие с студентами факультета ГУИМС, не просто какие-то трансляторы знаний, даже не просто наставники, учителя, педагоги, а фактически они психологи от бога, заботливые родители, старшие братья и сестры для этих ребят. Ну, например, я и мои коллеги преподаем такие сложные для восприятия дисциплины, как инженерная графика и начертательная геометрия. Сложные, конечно, по сути, даже для обычных студентов технического вуза. Что уж говорить о том, насколько трудно понять материал, наполненный трудной терминологией, справиться со стрессами, сопутствующими освоению учебных дисциплин, для студентов с ограниченными возможностями по здоровью. Здесь на помощь приходит индивидуальная контактная работа с каждым обучающимся, проводимая в доброжелательной, дружелюбной форме. Когда желание студента учиться всячески поощряется, поддерживается. Когда каждое действие преподавателя наполнено добром, стремлением помочь. Ну и, конечно, в данном случае современные средства передачи информации тоже помогают в этом процессе, поскольку, конечно, для студентов с инвалидностью, особенно по слуху, крайне важна визуализация учебного процесса, возможность с помощью зрительного контакта лучше усвоить материал. Надо отметить, что факультет ГУМИ для успешной учебы ребят делает очень много. Все аудитории, где занимаются такие студенты, оснащены современным оборудованием, таким как проекторами, интерактивными досками, компьютер на каждом рабочем месте студента, что, в общем-то, позволяет им тоже более своевременно, качественно понимать данный учебный процесс с помощью визуализации. Доступны все конспекты, лекции, семинаров в электронном виде, что позволяет заранее подготовить материал, если трудно, усвоить его сразу. Все, конечно, это делает наш предмет более доступным для понимания и потихонечку стресса, переживания при его изучении постепенно уступают место новым каким-то добрым впечатлениям, радости от общения с языком графики. Ведь, по сути, этот язык — это универсальный язык коммуникации между людьми, с древнейших времен стирающие все границы, такие как языковые барьеры, общечеловеческую раздробленность языковую, или, допустим, те же проблемы со слухом. В нем ведь всего два символа — только точка и линия. Простой универсальный язык графики делает нас в какой-то степени конструкторами-творцами, ибо как человек создан по образу и подобию Божию, так и мы, подобно Творцу, пытаемся хоть чуть-чуть сделать этот мир чуть лучше и совершеннее. И с нашей стороны мы делаем все, чтобы наши базовые знания меняли ребят с ограниченными возможностями по здоровью буквально за считанные месяцы. На наших глазах происходит настоящее чудо. Они лучше слышат, говорят, общаются друг с другом и с другими людьми, с преподавателями, со сверстниками. Стирают фактически барьеры неуверенности в своих силах. Ну и в качестве таких обобщающих выводов хотелось бы отметить, что подобные методы работы — общение как стремление услышать, проявление сочувствия, симпатии, помощи студентам в выражении их чувств, эмоций, переживаний, готовности помочь, умение услышать. И есть наша некая скромная, но все же попытка подлинной поддержки. Спасибо большое. Благодарим вас за содержательный доклад. Братья и сестры, уточнение, комментарии, вопрошения. У нас еще целых 10 минут в регламенте. Пожалуйста, да. Пожалуйста, да. Ну, к сожалению, в последнее время вообще при поступлении базовым является единый госэкзамен, да, вместо вступительных экзаменов, как много лет было в нашем университете. Но, в принципе, да, конечно же, ребята с ограничением по здоровью имеют определенные такие квоты, да, то есть уже конкурс не столь высок, и фактически факультет всегда рад принять студентов, желающих учиться, желающих совершенствоваться, и с радостью, и добрым сердцем их. Да, бывает. К сожалению, не все ребята иногда понимают, что действительно хочется. Ну, вообще их пытаются до последнего держать. То есть в моей практике я не инженерную графику преподаю, я электротехнику преподаю, поэтому с ними несколько меньше общаюсь, чем Константин. На моей практике были совсем слабослышащие, но их не то чтобы отчисляют, их, ну, переводят в академ, потом еще в академ, еще в академ. И самое главное, чтобы в этот момент человек не потерялся, не расслабился, потому что дальше ему труднее бывает собраться. Но так стараются до последнего все-таки держать. Да, просто Юля контрактирует со студентами старших курсов. Все-таки в первую очередь бывает, что ребята, которым оказывается это не очень интересен, учебный процесс иногда бывает уходит на младших курсах. И в этом смысле, конечно, важным стимулирующим фактором тоже является постоянная, допустим, преподавательская работа ВКонтакте с деканами, заместителями, с куратором. То есть постоянно все-таки стараемся контролировать процесс, чтобы дополнительным это было мотивационным фактором. Ну, в принципе, на самом деле минимальное количество действительно ребят уходит. В основном все желают учиться и стремятся. А вот дальше на уровне трудоустройства вам не возникает какой-то депрессии? Сто процентная практически. Вот девочка у меня есть, которая вот сейчас на шестом курсе, я ее вела, когда она была на третьем. Тут очень четкое разделение. То есть есть люди, которые изначально очень мотивированные, причем от уровня слуха это, в общем-то, не зависит. То есть девочка вот этой относительно хорошо поставленной речью, и она учится лучше, чем другие какие-то люди. И она старается участвовать, вот она, ее подруга, их в группе 5 человек в этой ГУИМС. И они с подругой стараются участвовать в различных конкурсах. Они ходят на какие-то собеседования. Они не скрывают, у них видно, вот висит слуховой аппарат, все. И они какие-то вот дипломы. И, насколько я понимаю, вот эта Настя, она сейчас, по-моему, даже куда-то трудоустраивается. Там не все факультеты идут на ГУИМС, то есть это вот программисты, по-моему, материаловеды, да? Материаловеды, метрологи, программисты и специалисты по робототехнике. Да, просто у меня только вот информатики, я с ними контактировала. У них, если человек хочет учиться, проблем нету. То есть они действительно стараются, и их берут не потому, что они инвалиды, а потому что они могут. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Тогда будем заканчивать. Благодарим вас. Всех.